Когда мы проводили собрание, люди как будто бы первый раз это слышат. Например, обвинили меня в том, что я сама хочу открыть этот счет. Понимаете, вот сама лично открою счет и буду пользоваться сама этими деньгами. То есть это, так сказать, вызывает вопросы. Вопросы сегодня задают старостам всех домов Ярославля. Жителям предстоит определиться, каким способом копить средства на капремонт. Через спецсчет дома или так называемый общий котел. А времени на выбор осталось совсем немного. Только две недели. У нас некоторая категория населения пассивная. Они не хотят вникать, некогда вникать. И, видимо, нужно время для того, чтобы до каждого это дошло. О том, что к новой системе капремонта необходимо тщательно подготовиться, говорят и городские депутаты. Они предлагают отодвинуть сбор денег на максимально возможный срок. Такая инициатива стала единственным вопросом повестки дня внеочередного заседания. Двухмесячный срок на проведение собраний в многоквартирных домах, на наш взгляд, является недостаточным для того, чтобы собственники, во-первых, узнали, что такое за программа капитального ремонта, чтобы они узнали о том, какие способы формирования фондов на капитальный ремонт существует. И после этого провели собрание, этого срока недостаточно. Депутаты муниципалитета предлагают воспользоваться предельными сроками, прописанными в федеральном законодательстве, и начать собирать взносы на капремонт с 1 октября вместо 1 мая. В мэрии и региональном фонде содействия капремонту предостерегают. В таком случае есть вероятность в этом году вообще остаться без ремонтных работ. Если мы принимаем решение об увеличении срока максимально на 8 месяцев, то мы автоматически проваливаем выполнение программы капитального ремонта 2014 года. Потому что первые платежи у нас пойдут в октябре месяц. Это осень на дворе, когда уже ремонты делать, сами понимаете, уже поздно. Между тем, на этот год запланирован ремонт более трех сотен многоквартирных домов. Народные избранники спрашивают, почему нельзя начать ремонт на выделенные 350 миллионов из областного бюджета. Николай Дмитриевич тоже говорил о том, что программа будет сорвана. Ну вот, я не вижу смысла, ну как бы срыв, да. И даже если, скажем так, этих бюджетных 350 миллионов будет недостаточно, ведь, в принципе, можно получить также бюджетный кредит. Для того, чтобы начать капитальный ремонт, нужно сначала определиться с собственником, какой вид накопления они будут, выберут для себя. Пока они не определились со способом накопления денежных средств, капитальный ремонт мы производить не имеем права. Сегодня городские депутаты большинством голосов одобрили предложение отодвинуть сроки. Теперь законодательную инициативу предстоит рассмотреть в областной думе. Екатерина Бубнова, Владимир Чернов. День в событиях.